Сегодня обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан, но ввиду того, что происходит в Республике, ввиду тех экстраординарных событий, я сегодня нарушу традицию, и в конце обзора мы поговорим вовсе не об оперативке, а о событиях на горе. Потому что, наверное, эти события не могут быть обойдены вниманием никого, и вот то возмутительное молчание, которое царит в официальных СМИ Республики Башкортостан, надо так или иначе нарушать. Оперативное совещание Хабиров началось с краткого вступления. Он поздравил именинников текущей недели, поздравил вице-премьера правительства Фазрахманова Илшата Илдусовича, который, собственно, не присутствовал на оперативке, и не поздравил Динара Загитовича Гельмуддина, у которого тоже был в этот день рождения. Также Хабиров всех поздравил с вводом хирургического комплекса онкодиспансера, но на самом деле вот этого ему точно делать не надо было, потому что это весьма сомнительная история. Вокруг стройки этой много-много темных пятен, которые, наверное, еще скоро проявятся. Тут и господин Дудко, тут и непонятные выплаты каких-то штрафных санкций из бюджета Республики Башкортостан с поразительной готовностью. Тут и роль господина Нагуманова, вечно торчащие уши нашего строительного комплекса. В общем, я бы на месте Хабирова не особенно гордился этой победой, но, тем не менее, он упомянул эту историю. Первым докладчиком на совещании был господин Забелин, который сообщил нам о ситуации с COVID-19 в Республике. Максим Васильевич поведал нам о том, что уже свыше 7 тысяч человек заболевших в Республике, впрочем, за истекшие сутки их было всего 34. Это имеется в виду прирост заболевших. И Забелин предположил, что в Республике установилось, как он выразился, своеобразное плато. Я уже сбился со счета, честно говоря, пытаясь понять, в который раз у нас установилось плато, но вот теперь у Забелина оно опять установилось. Также он отметил, что у него есть тенденция снижения заболеваемости вне больничной пневмонии всего до 100 человек в сутки. Также Забелин упомянул о том, что он полагает, что в Республике наступила некая стабилизация с заболеваемостью вне больничной пневмонии, и за день заболело всего 100 человек. Он считает это положительным эффектом. Однако я про себя отмечу, что вообще такая повышенная заболеваемость вне больничной пневмонии в летний период времени – это феномен. И много раз мы уже предполагали о том, что это вовсе не пневмония, а тот самый COVID-19. Максим Васильевич сообщил нам, что в больницах с COVID-19 на данный момент находится 300 человек. Вот тут странно опять. Опять у Забелина заплясали цифры. На прошлой неделе это было 187 человек, на этой неделе уже 300 человек. Ну, тогда нужно говорить о двоекратном росте. Но Максим Васильевич не склонен паниковать. И, в общем, вот теперь у него 300 человек в больницах лежит. Почти вдвое больше, чем на прошлой неделе. 1384 человека лечатся дома от COVID-19, и 5384 человека выздоровели от этого страшного заболевания. Также Максим Васильевич сообщил нам о том, что он уже протестировал более 600 тысяч жителей Республики Башкортостан, что составляет практически 15% населения. А уровень коллективного иммунитета, по мнению Забелина, составляет 9,5%. Это значит, что 400 тысяч человек переболели у нас COVID-19 в Республике. Ну, иначе иммунитет не получить. То есть антитела появляются у человека только после того, как он выздоровел от заболевания. И если верить Забелину, то 400 тысяч человек переболели COVID-19 в Республике Башкортостан против 7 тысяч случаев, которые зафиксировал Забелин. В общем, делайте выводы сами, насколько эффективно Забелин выявляет заболевших COVID-19, а вернее сказать, насколько охотно он признает заболевших этой страшной болезнью. В завершении своего доклада Забелин заверил, что все выплаты, положенные медикам, за июль месяц выплачены. Но мы-то знаем, как говорится, что не только выплаты подвергаются сомнению среди медицинского сообщества, а даже элементарная медицинская помощь самим медикам зачастую не оказывается, в том числе даже в столице Республики. Хабиров весьма витиевато прокомментировал доклад Забелина. Вообще, конечно, мы уже привыкаем к тому, что мы все становимся немножко врачами. Вот этот вот тяжелый период мы уже начинаем манипулировать и оперировать какими-то медицинскими терминами, давать какие-то оценки, прогнозы, чуть ли не ставить диагнозы. Не исключение здесь, конечно, и чиновники, но иногда очень смешно слушать, как многие чиновники рассуждают на исключительно специфические медицинские темы. Хабиров тут тоже не исключение, видимо, этот вирус медицины в терминологии попал и в него тоже. В общем, он тут пустился в некие наукообразные рассуждения, звучало это примерно следующим образом, я процитирую. Совершенно точно, что такое ровное, стабильное количество заболевающих говорит о том, что мы вышли на какую-то фазу, либо вектор. Конец цитаты. Что это была за фаза и что за вектор, я не знаю, но, видимо, шла речь о том самом плато. Далее, процитирую еще Хабирова. Очень хорошо, хороший фактор, это снижение пневмонии. Оно существенно снизилось за неделю. И это результат вакцинации от пневмокока. Конец цитаты. Хорошо, что Хабиров выучил и, наверное, понимает, что такое пневмокок, а вот насчет вакцинации от пневмокока я бы тут заранее не радовался. Дело в том, что всего две недели назад вообще заговорили о вакцинации от пневмокока в Башкирии. Две недели назад Забелин доложил о том, что он планирует закупить вакцины и делать вакцинацию примерно в сентябре. Но уже вчера Забелин на вот эти слова Хабирова заявил, что он совершил 72% вакцинации от пневмокока в Башкортостане. Напомню, что планировалось вакцинировать около 50 тысяч человек. Так быстро провести конкурсы, закупить вакцину, да еще и вакцинировать порядка 40 с лишним тысяч человек, ну просто технически невозможно. Ну, либо это вранье, либо это фальсификация, либо это еще какое-то пущее злодейство. Но, тем не менее, Забелин подыграл Хабирову и сообщил, что вот да, у него 72% вакцинировано от пневмокока и ура-ура. Ну, честно говоря, немножко мы устаем от вот этих вот манипуляций медицинскими понятиями, разговоров без медицинского образования на медицинские темы и так далее, и так далее. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Далее последовал уже привычный комплексный доклад о ситуации в ЖКХ, Дорожном комплексе и чрезвычайных ситуациях. Первым выступал Беляев. В общем-то, он, как обычно, был краток, сообщил, что все у него в штатном режиме, за исключением двух крупных аварий в Уфе, которые более чем на 8 часов оставили без холодной воды большое количество жителей столицы. Также Беляев сообщил, что дезинфекция дворов, подъездов и прочих территорий идет в штатном режиме. И, казалось бы, опять благостный докладик и так далее, но случилось в этот раз страшное. Внезапно Хабиров в самой агрессивной форме усомнился в достоверности доклада Беляева. Дослушав Бориса Владимировича и его краткое выступление, Хабиров прямо с места дал поручение господину Фарвазову, как я понимаю, руководителю контрольного резионного управления, обзвонить всех старших в домах, видимо, в Уфе, и удостовериться в том, что дезинфицируются подъезды и дворы в Уфе и в городах республики. Еще раз позволю себе процитировать Хабирова в этой части. Сказал он следующее, обзвоните всех старших, задайте один простой вопрос, производилась ли дезинфекция на самом деле. Если это так, поблагодарим Бориса Владимировича, а если нет, другой разговор будет. Конец цитаты. Что послужило такой агрессивной недоверчивости Хабирова в этот раз, я точно не знаю, но как заслуженный Павлик Морозов республики Башкортостан, я докладываю. Ради Фаридович, у нас во дворе и в наших подъездах по улице Ленина, 72, ни разу и никогда не проводилась дезинфекция от COVID-19 на протяжении всего периода пандемии. А другие такие же дома поищите, я думаю, вы с легкостью их найдете. Ну, в общем, посмотрим, чем закончится вот эта история. Действительно, я прямо удивился, что Хабиров наконец-то усомнился в достоверности вот этих вот елейных докладов Бориса Беляева, которые все больше и больше походили на какое-то совершенно откровенное наглое вранье. Вторым садокладчиком на эту же тему был Морзаев Алан Викторович, который сообщил о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями за истекшую неделю, и ситуация эта более чем печальная. Погибло 17 человек, более чем в два раза больше от установленного плана пострадало 103 человека, и всего произошло 90 ДТП. Шесть недель из последних семи в республике Башкортостан – двукратное превышение количества погибших на дорогах. Общая численность погибших на дорогах за сходный период прошлого года в этом году меньше всего на два человека. То есть мы стремительно приближаемся к показателю прошлого года, а он никак не устраивает Хабирова и никак не вписывается в те рамки, которые были установлены на текущий год. В общем, со смертностью на дорогах, судя по всему, справиться никоим образом не получается. Вот уже на достаточно протяженном участке времени. И сейчас, в общем-то, еще самое благополучное сухое время года, ни зима, ни гололед. Значит, не так интенсивно идет поток транспорта в связи с этими ограничениями и всевозможными кризисами. И осень, и зима, кусок зимы 2020 года, видимо, нам окончательно перечеркнут планы Хабирова удержаться в рамках 400 погибших за год в 2020 году. Выслушав Морзаева, Хабиров не сказал ничего Алану Викторовичу, ни хорошего, ни плохого. Почему-то заговорил с Башировым, уточняя, как успешно или неуспешно идет тестирование прилетающих в Уфу из южных территорий. Речь идет о тестировании ПЦР в аэропорту города Уфы. И Хабиров задал Баширову вопрос, как там результаты тестирования. Баширов быстро с места сообщил, что две трети результатов уже обработаны, и буквально вот прямо сегодня будет обработана оставшаяся треть. И он не выявил ни одного заболевшего, прилетающего из Краснодарского края, из Крыма и из прочих южных территорий. Вот тут, конечно, тоже поразительный результат. Особенно на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом в Крыму и в Краснодарском крае. Не выявить ни одного заболевшего из многочисленных прибывших с отдыха из тех краев. Это, конечно, или у Баширова тесты просрочены, или кто-то все-таки настоятельно хочет свернуть это тестирование в аэропорту Уфы. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос о ходе уборочных работ в Республике Башкортостан. Но, учитывая, что господин Фазрахманов был в этот день именинником и отсутствовал, видимо, по состоянию здоровья или по состоянию души, доклад делал за него заместитель министра сельского хозяйства Нуре Ахметов Рамил Рамзилович. Рамил Рамзилович с печалью в голосе сообщил нам о том, что в сложившиеся погодные условия оказали влияние на ход уборки. В переводе на русский язык из уст наших аграриев это звучит, что не надейтесь на тот результат, который мы вам обещали. И несколько дней сельскохозяйственные работы не ведутся вообще в Башкирии. Хотя уже обмолочено 20% площадей зерновых и намолочено аж целых 750 тысяч тонн зерна. Урожайность, по словам Рамила Рамзиловича, резко упала и составила 21 центнер с гектара против того, что в прошлый раз господин Фазрахманов рассказывал о цифрах, которые приближаются к результатам в Канаде и в Голландии. Но, Рамил Рамзилович, я не могу сдержать смеха, честно говоря, о том, что заместитель министра сельского хозяйства сделал внезапное открытие о том, что рост урожайности напрямую связан с внесением удобрений в почву. Вот это поразительное открытие, которое в начале 21 века сделали в Министерстве сельского хозяйства, конечно, говорит о несомненном прогрессе. Несмотря на то, что примерно 300 лет уже человечество знает о том, что почву нужно удобрять для того, чтобы она давала лучше урожай, но, наконец-то, и башкирские аграрии в лице заместителя министра сельского хозяйства осознали полезность этого процесса. В этом году в Башкирии вносили много удобрений и потратили на это много денег, и потому Рамил Рамзилович обещает нам все-таки хороший результат, на что надеется, собственно, и Хабиров. Потому что, подытожив краткий доклад заместителя министра сельского хозяйства, он снова сказал большое спасибо всем селянам, и он выразил надежду, что они все-таки в этом году его порадуют. Четвертым докладчиком оперативного совещания был Хажин Айбулат Вакилович, министр образования Республики Башкортостан, и доложил он об итогах ЕГЭ. Собственно, его доклад был абсолютно статистическим. Тут, наверное, сложно говорить о том, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, но цифры эти полезно знать. В частности, Айбулат Вакилович сообщил нам, что в 2020 году 17902 выпускника в Республике Башкортостан сдавали ЕГЭ. Явка на ЕГЭ составила 94%, то есть 6% выпускников ЕГЭ сдавать не пришли. Напомню, что в этом году ЕГЭ нужно было только для того, чтобы поступать в ВУЗы, а аттестат давали и без ЕГЭ. Ну, это новые условия в связи с коронавирусом. Айбулат Вакилович сообщил, что увеличился средний балл по Республике по русскому языку, географии, физике, немецкому языку и литературе. Напротив, он уменьшился, снизился по математике, информатике и химии. 127 выпускников в Республике Башкортостан набрали 100 баллов на одном из экзаменов. Из них 64 – это уфимские выпускники. А три человека в Башкортостане набрали 100 баллов более чем по одному предмету. Это, конечно, феноменальный результат. Айбулат Вакилович отметил тенденцию к тому, что выпускники с хорошими баллами уезжают из Республики Башкортостан учиться в другие города, Москва и за рубеж. 55% по словам министра образования Республики уедут за пределы Республики Башкортостан. А также Айбулат Вакилович сообщил о новшестве, о том, что учителя, подготовившие 100 балльников, так называемых, выпускников, которые сдали ЕГЭ по какому-либо из предметов на 100 баллов, так вот эти учителя получат премии по 50 тысяч рублей, что на самом деле, наверное, очень правильно. След за министром образования докладчиком сделался опять Максим Васильевич Забелин, который доложил об укреплении материальной базы первичного звена медицинских учреждений Республики Башкортостан. Собственно, доклад этот был из разряда новостей будущего. Из реально достигнутого Максим Васильевич опять заговорил о том, что сдан хирургический корпус онкодиспансера в Уфе, а все остальное – это все перспектива, это и хирургический комплекс кардиоцентра, который как бы должен быть построен в декабре 2021 года. Это и больница в Октябрьском, которая как будто бы в этом году будет введена. Потом новый ковид-госпиталь в Зубово был упомянут, конечно, как очередной раз упомянут, как достигнутая победа. Ну, а дальше уже там перспективы 22-го и более поздних годов сдачи всяких построек. Отмечу, что общий бюджет вот этих всех строек у Максима Васильевича составляет ни много ни мало, аж целых 4,5 миллиарда рублей. Неизвестно, насколько удержится он в бюджетных рамках на протяжении ближайших лет, потому что цены стремительно растут, удерживаться в бюджетных ограничениях становится все сложнее и сложнее. Сможет ли Забелин исполнить все, что обещает, я, конечно, не уверен, но зачем-то он сделал вот этот доклад. Вот, Хабиров, выслушав его, уточнил, поставлены ли 8 томографов, о которых они, как обычно, договаривались поставить. Забелин заверил, что 8 томографов закуплены и будут работать уже в сентябре все 6, которые все еще не пущены. В общем, так поговорили о мелочах и о планах на будущее. Шестым вопросом оперативного совещания был очень важный вопрос, и этого доклада я, признаться, сам ждал. Это был доклад руководителя наших дорожных служб Республики Башкортостан, Марзаева Алана Викторовича, на тему о реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги в Республике Башкортостан». Ждал я этого доклада, потому что, на самом деле, в прошлый раз, когда Марзаев докладывал об итогах ямочного ремонта, я пришел в абсолютное восхищение тем, как этот чиновник умеет докладывать на абсолютно провальные темы. Я, честно говоря, полагал, что невозможно доложить как-то позитивно о том, как у нас произошла вот эта вот история с ямочным ремонтом. Однако Марзаеву в прошлый раз это удалось. Напомню, что в прошлый раз он сказал, что мы заделали ровно те ямы, которые нашли. И, собственно, это удовлетворило Хабирова. Не знаю, насколько это удовлетворило пользователей дорог, насколько люди, которые ездят по дорогам Башкортостана, отмечают улучшение или ухудшение их состояния. Однако в этот раз Алане Викторовичу выпала задача посложнее. Речь идет о национальном проекте вот эти самые безопасные и качественные дороги, что само по себе звучит достаточно смешно. Аллан Викторович поведал нам, что национальный проект состоит внутри уже реализации по республике из трех подпроектов, которые называются «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». Давайте по порядку. По первому подпроекту «Дорожная сеть» показатель соответствия дорог стандартам и ГОСТам являлся основным. И, собственно, на этом показателе все и построено. Вот здесь, конечно, мы наблюдаем абсолютно такую отчетливую игру цифрами, потому что в 2019 году дороги, например, регионального значения соответствовали нормативам на 55%. Планка на 2020 год была поставлена 55,3%. То есть на 0,3% должно было прирасти количество дорог, которые соответствуют нормативам и ГОСТам. Здесь надо четко понимать, что если отбросить эти десятые доли процента, примерно 45% дорог общего пользования в республике Башкортостан не соответствуют ГОСТам и нормативам. Примерно так же и осталось в 2020 году. Если не считать вот эти 0,3%, которые приросли, Алан Викторович утверждает, что ему удалось выполнить эту непосильную задачу, то есть 55% превратить в 55,3%, но, тем не менее, он утверждает. То есть он уверен, что вот эта часть работы выполнена на 100%, но понятно, что 100% выполнено, но всего лишь 0,3% прибавки. Далее идут дороги городских агломераций, где в 2019 году соответствовало стандартам 57,9%. По плану должно было стать 64,9%, несколько больше, чем с дорогами общего пользования. Но в целом Морзаев говорит, что он достиг вот этого прироста. Прироста в 7%, то есть внутри городов и поселений дороги стали лучше у нас на 7%. Дороги федерального значения в рамках первого подпроекта нацпроекта оцениваются по проценту перегрузки. И в предыдущем 2019 году 7,7% дорог федерального значения были перегружены в республике Башкортостан. План был поставлен Морзаеву довести этот показатель до 7,6%, и он его достиг. Ну, честно говоря, говорить об 1,1% конечно даже смешно. В части вот этого первого подпроекта «Дорожная сеть» я отмечаю, что перед Аланом Викторовичем стояла задача не допустить ухудшения состояния дорог в республике Башкортостан. И он утверждает, что он с этим справился. Ну, в целом это, конечно, похоже на правду. Интуитивно я, как автолюбитель и пользователь дорог разных категорий, не могу сказать, что они стали у нас хуже, но и не могу сказать, что у нас что-то кардинально улучшилось. Второй подпроект национального проекта называется «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». На вскидку, конечно, сразу и непонятно, что это такое. Однако, Алан Викторович расшифровал нам, что это такое, и, в общем-то, вот этот подпроект реализуется в республике впервые. В 2019 году его не было, и сравнивать не с чем. Собственно, заключается он в том, что Морзаев поставил для себя целью увеличить количество контрактов, которые будут либо построены на использовании новых материалов и технологий, либо увеличение доли контрактов, которые будут построены на принципах выполнения работ по принципу жизненного цикла. Если вдаваться в детали, то это принцип того, что подрядчик исполняет работы и отвечает за состояние результатов этих работ, то есть состояние дорог и каких-то дорожных инфраструктурных решений на протяжении всего гарантийного срока. Так вот, по утверждению господина Морзаева, 20% контрактов в 2020 году заключались именно по этим принципам, либо содержали новые технологии и материалы, либо были построены по принципам жизненного цикла. Так это или не так, проверить сейчас сложно, наверное, нужно углубляться в документацию конкурсов, которые проводились ведомством, и смотреть, насколько же эти новые технологии действительно новые. Однако, конечно, визуально, кроме вот этого послойного снятия асфальтового покрытия, мы особых новых технологий не наблюдаем по Республике Башкортостан, а местами видим и вовсе возмутительные истории. Я имею в виду, например, историю с улицы Ленина, когда нанесли разметку, отчитались и стратили деньги, потом снова все это поверху заасфальтировали, и сейчас, видимо, снова нанесут разметку. Третьим под проектом национального проекта является та самая безопасность дорожного движения. Речь идет о смертности, травматизме и количестве ДТП на дорогах. Мы много об этом говорили. Я уже сегодня упоминал о том, что, судя по всему, Республика Башкортостан не достигнет поставленной задачи. Напоминаю, что Владимир Путин отдельно акцентировал внимание ради Хабирова на том, что смертность на дорогах в Башкортостане возмутительно высока, и нужно с ней бороться. Хабиров боролся как мог, например, заставляя своих подчиненных исполнять это задание. Но, в общем-то, похоже, что ничего не получается. И здесь факторов очень много. Помимо возмутительного пренебрежения водителями правилами дорожного движения и пьянства за рулем, тут, конечно, есть фактор качества дорог. Учитывая, что 45% дорог в Республике Башкортостан не отвечают нормативам и ГОСТам, вполне себе обоснованно можно предположить, что многие ДТП происходят именно по причине того, что дороги не соответствуют нормативам. Тут, наверное, от этого вывода отвертеться никак не получится. Я понимаю, что и Морзаеву, и Хабирову признавать это чрезвычайно сложно. Однако подобное состояние дорог, конечно, никак не может не сказываться на травматизме и аварийности. Определенное количество вот этих жертв, конечно, на совести дорожников, на совести тех, кто содержит дороги, кто должен был бы их ремонтировать. Но справедливости ради отмечу, что, например, на вот этот проект безопасности дорожного движения финансирования в этом году выделено не было. И, соответственно, конечно, можно было только бороться при помощи Динара Загитовича Гельмудинова, которого несправедливо обошли поздравлениями с днем рождения на этой оперативке. А других, в общем-то, методов у нынешней власти и нет. Далее Морзаев заговорил о цифровых количественных показателях нас проекта в республике. Он сообщил, что общая сумма финансирования составляет примерно 7 миллиардов рублей, что, кстати говоря, почти втрое меньше общего бюджета его ведомства. И хотелось бы узнать, кстати, о том, куда делись еще примерно 14-15 миллиардов. Морзаев сообщил, что законтрактовано у него 96% этой суммы и кассовое освоение на данный момент 38%, что говорит о том, что контракты заключены, но все еще не оплачены и есть шанс на то, что многие работы будут выполнены под контролем и исполнители, например, заставят выполнить их качественно. Я про себя отмечу, что действительно в Башкортостане в этом году отмечено несколько случаев, когда контрольное ведомство, ведомство Морзаева заставило подрядчиков переделать некоторые работы, сделать их заново, либо не принимало их ввиду некачественного исполнения. Ну, в общем-то, это, конечно, касается мелких подрядчиков и небольших сумм, но, как говорится, лиха беда начала. Возможно, Морзаев выстроит систему должного контроля за качеством. Мы помним, как при Хамитове бесконечно перекладывали асфальт на трассе УФА-аэропорт, как подрядчики никак не отвечали за свои работы. Также мы помним, что господин Мухаммедьянов всегда находил объяснение отсутствия своих претензий к подрядчикам тем, что дороги перегружены, используются свыше нормативы и спрашивать с этих подрядчиков нельзя. Завершая свой доклад, Алан Викторович сообщил нам о количественных показателях своей работы в рамках этого нацпроекта. Он сообщил нам, что 305 километров асфальтобетонного покрытия отремонтирована и будет отремонтирована по результатам 2020 года. Капремонт автодорог – это всего 12 километров, реконструкция дорог и вовсе 3 километра, строительство новых дорог в республике – это всего 2 километра. Он установит 23 светофора, 248 дорожных знаков и 1200 погонных метров пешеходных ограждений. Прямо скажем, количественные показатели нацпроекта не впечатляют. То есть вот эти цифры, где там 3 километра, 2 километра – это, конечно, смешно. Это как-то для какого-нибудь поселка нормально взяли и за год обустроили 2 километра дороги. Для 4-х миллионной республики это, конечно, ничтожные цифры. И это в очередной раз наводит на мысль о том, что целью и задачей Морзаева в этом году было вовсе не развивать, а хотя бы удержать на предыдущем уровне состояния автомобильных дорог в республике. Единственным грандиозным достижением Алана Викторовича в плане цифровых показателей была установка камер фотофиксации. 459 комплексов фотофиксации запланировано установить в республике Башкортостан, и они уже установлены. И они уже лупят деньги с несчастных автовладельцев, которые регулярно проезжают мимо этих камер. Ну, тут, как говорится, без комментариев. Мы все на себе ощущаем вот эти все камеры, вот эти все штрафы. Количество этих камер возрастает. Но лучше бы, конечно, возрастало качество дорог. Выслушав пространный доклад господина Морзаева, Хабиров подытожил его очень кратко. Он сказал, спасибо, что ровно идете. И все. Ну, мы уже привыкли к тому, с какой благосклонностью относится Хабиров к деятельности Алана Викторовича. Посмотрим, насколько долго продлится эта благосклонность. Мы уже стали свидетелем того, что благосклонность, например, в адрес Беляева закончилась. Закончилась весьма таким резким требованием проконтролировать деятельность этого чиновника. Посмотрим, как долго продержится Алан Викторович. Седьмым вопросом оперативного совещания был неожиданный доклад о реализации мер поддержки предприятий легкой промышленности в Республике Башкортостан. Сделал этот доклад министр экономики и энергетики Шельдяев Александр Николаевич. Ну, самым главным, что мы узнали из этого доклада, что у нас, оказывается, есть легкая промышленность. И более того, она почти что процветает. Господин Шельдяев сообщил, что по итогам шести месяцев текущего года он отмечает рост на 14% по производству текстиля и на 24% по производству одежды. Впрочем, господин Шельдяев оговорился, что речь идет о росте за счет производства средств индивидуальной защиты, тех самых вот этих вот костюмов и комбинезонов, которые начали экстренно шить в Республике Башкортостан. Наряду с этим отмечается 14% падение производства изделий из кожи, которые тоже Шельдяев списывает на причины COVID-19. Шельдяев, собственно, нам рассказал о том, как внезапно начала процветать увядающая отрасль промышленности за счет вот этой вот пандемии, за счет того, что внедрили в тело этой промышленности идею шить вот эти СИЗы. Хабиров, улыбаясь, отметил, как вот они начинали там с трудом шили тысячу масок в день, а теперь уже вышли на 150 тысяч масок в день и 10 тысяч костюмов от COVID-19, которые спасают. В общем, это был очень мажорный доклад. Шельдяев отчитался, собственно, о тех самых мерах по поддержке, а именно о том, что он 100 миллионов рублей вбухал в то, чтобы субсидировать закуп сырья и материалов для этих производителей, которые втридорого потом продавали эти маски и костюмы. 50 миллионов шельдяев выделил субсидий на закуп оборудования, но, правда, все еще их не реализовал, но собирается реализовать в августе. А также он потратил 5 миллионов на всякие гранты и 3 миллиона на выставочную деятельность. Честно говоря, назвать вот эту манипуляцию каким-то реальным успехом полноценно нельзя. Как говорится, случилась беда, пришлось срочно шить вот эти вот маски и костюмы, продавать их, не обсуждая цены, и закупать их тоже, не обсуждая цены. Всякая вот эта наша башформация закупала по той цене, по которой было сказано, а вовсе никакого конкурентного рынка здесь не было. Результатом всей этой нерыночной деятельности стало то, что сейчас на складах предприятий сконцентрировалось порядка 500 тысяч многоразовых масок, которые никому совершенно не нужны. И господин Шельдяев жалобно попросил Хабирова выкупить эти маски за счет бюджета, чтобы якобы там использовать, например, на Сабантуев Сибае, который там вот это вот сейчас будет там опять фестиваль. В общем, конечно, прямо скажем, очень нерыночные подходы демонстрирует господин Шельдяев, пытаясь пользоваться административным ресурсом, пытаясь там за счет бюджета выползти из этой ситуации. Дело в том, что, как выяснилось, многоразовые маски, вот эти черненькие и беленькие на резиночках и без них, не особенно-то и пользуются спросом, абсолютно не помогают ни от какого вируса, а являются только номинальной защитой. Потому вот примерно полмиллиона этих изделий теперь затоварилось на складах вот этих предприятий. В общем, конечно, это не очень красивая была история по поводу этой просьбы оплатить залежавшийся товар. Кроме всего прочего, господин Шельдяев рассказал нам, что он проводит эксперимент с школьной формой. В четырех районах – Абзелиловском, Янаульском, Благоварском и Федоровском районах Республики Башкортостан пытаются ввести единую школьную форму для учеников первых-пятых классов. Что-то там обсуждают с родителями, но вот это вот тоже весьма спорная история. Очевидно, что в этой истории есть какие-то совершенно конкретные интересанты из числа швейных промышленников. Я всегда относился к подобным экспериментам с большим подозрением, потому что навязывание вот этой школьной формы может происходить только в рамках одной школы. Восемь районов, городов и целых агломераций. Школа решила – можно носить, школа не решила – можно не носить. А вот обобщать это все в территории, конечно, абсолютно неправильно, и на самом деле это мировая практика. Также господин Шульдеев рассказал о перспективах привлечения инвестиций в отрасли, в частности об экономической зоне Алга, где в его представлении в 2020-2021 году должно появиться два предприятия. Это предприятия «Аркада» и предприятия «Заспорт», которые в общей сложности планируют инвестировать в легкую промышленность аж целых 630 миллионов рублей и создать 1280 рабочих мест. Ну, посмотрим. Это тоже новости будущего, потому оценивать это будем по факту. Вопреки традиции последних оперативок, в этот раз у Радия Фаритовича случилось эловерды, и состояло оно из двух частей. Первая часть была какая-то невнятная и нелепая, а именно Хабиров сказал, что он на выходные поездил по Уфе, что вся Уфа перекопана, весь центр перекопан, проехать невозможно. Уфа молодец, ведет работы по ремонту, но как-то они затянулись, и почему-то Мустафин должен извиниться перед жителями. Этот неожиданный вывод меня, честно говоря, немножко огорошил, но при чем здесь извиниться перед жителями? Ну, ремонтирует Мустафин улицы и, как говорится, Аллах Акбар. Но нет, почему-то должен Мустафин извиняться. Вообще, Мустафин, конечно, должен извиняться за многие вещи, но только не за ремонт улицы, наверное. Тут, конечно, Хабиров как-то, видимо, проиллюстрировал свое общее эмоциональное отношение к действиям Ульфата Мансуровича. В целом, конечно, недовольство мэра Муфы, оно аккумулируется. И, видимо, не только у Хабирова, а вообще у жителей тоже, потому что настолько бездеятельного, бесцветного, безинициативного мэра я вот припомнить в Уфе не могу. И второй личный опыт, которым поделился Хабиров по результатам воскресной поездки по Уфе, было то, что он на Менделеево в кустах обнаружил передвижной зоопарк и потребовал, в общем-то, запретить, так или иначе, воспрепятствовать существованию этих передвижных камер пыток для зверей на территории республики. Тут я двумя руками поддерживаю руководителя нашего региона. Действительно, вот эти передвижные зоопарки – это что-то ужасное, отвратительное. Я бы вообще запретил родителям водить туда детей, потому что демонстрировать, как обколотые какими-то наркотиками животные страдают и умирают в этих тесных клетках – это, конечно, совершенно бесчеловечно. Хабиров примерно такую точку зрения высказал. Кроме всего прочего, он еще повелел Мустафину и ответственным за всякие подобные процессы людям начать заниматься проектированием зоопарка в Уфе. Это, конечно, очень большой замах, потому что зоопарк – это очень дорогостоящее, очень сложное и очень редкое, на самом деле, для таких небольших городов, как Уфа, инфраструктурное решение. Будем надеяться, что оно удастся Хабирову, потому что хороший зоопарк – это всегда очень привлекательные с туристической точки зрения и с остальных всех точек зрения вещь для города. Будем надеяться, что эта идея Хабирову удастся. Ну и, собственно, обещанное отвлечение от темы, от темы оперативки на этой неделе – тема Куштау. Ну, то, что происходило в минувшую неделю и в выходные на горе Куштау, наверное, уже многократно обсуждалось и почти всем известно. Башкирская содовая компания, по сути, атаковала тех, кто остался ночевать в этом палаточном лагере. Какие-то неясные люди с белыми повязками на руках, видимо, чтобы в темноте отличать своих от чужих, фактически напали на тех, кто ночевал в этих палатках. К счастью, ситуацию удалось разрядить. Только чудо, наверное, не допустило какого-то серьезного побоища и кровопролития. Видимо, вот эти вот молодчики, которые приехали туда неведомым образом на машинах без номеров, просто испугались, увидев то количество людей, которое быстро собралось на защиту этого лагеря. Мне совершенно непонятно позиция МВД и тех полицейских, которые видели, что к лагерю направляются многочисленные автомобили без номеров, видели, что толпа агрессивна. Многие из прибывших туда людей с этими белыми повязками, они были нетрезвым в виде и провоцировали всевозможные беспорядки. Полиция при этом бездействовала. Я надеюсь, что республиканское и федеральное МВД даст оценку деятельности Ишимбайского РУВД и его руководства. Но поговорить я хотел немножко о другом. Я хотел поговорить о реакции региональных СМИ на вот эту всю историю. Ну, понятно, что мы уже привыкаем к тому, что на неприятные темы наши СМИ молчат. Вот это все под названием башинформы, то, что к нему прилипло, оно действует исключительно по указке из Белого дома. Но вот то, как это было иллюстрировано в этот раз, конечно, достойно обсуждения. Одно из самых отвратительных СМИ Республики Башкортостан, например, и вовсе сообщило о том, что на горе Куштау случился протест, который потом разделился на две части, одна из которых была за, другая против. Причем на равные части разделился. Гассета «Коммерсант», видимо, пользуясь отсутствием Наташи Павловой как главного редактора, позволила себе какую-то совершенно нелепицу на тему вот этого митинга, ответного митинга работников СОДы, ну и так далее, и так далее. В общем, конечно, то, как освещаются в республиканских СМИ, иначе как информационным преступлением назвать нельзя. СМИ обязаны информировать граждан о том, как в реальности обстоят дела, а не выдумывать свои версии происходящего, зачастую противоречащие действительности полностью. Все это, конечно, останется на совести господина Мурзагула и прочих пропагандистов, которые особенно истово и даже порой истерично рассуждали на тему происходящего на горе Куштау в своих телеграм-канальчиках. Договорились они уже до смешного. Если обобщить такой сводный портрет того, кто протестует на горе Куштау, то по словам и по мнению господина Мурзагулова, Басырова и прочих вот этих вот примутнувших к ним, это неместный, понаехавший, неизвестно ваххабит, действующий в интересах американских и турецких промышленных групп. Помимо того, что это действительно обидно для тех, кто на самом деле был на горе Куштау в минувшие выходные, это, конечно, абсолютный абсурд. Уже отсылаться к тому, что какие-то там неведомые американские ваххабиты действуют на горе Куштау, просто стыдно. Господин Мурзагулов и же с ним настолько отделились от народа, который их породил, что, наверное, теперь обратно их и не пустят. Вот эти вот потомки Салавата, многие из которых стыдливо молчат, всякие вот эти бузыкашки, значит, не черкнули ни одной картинки на эту тему и тихо сидят под лавочкой, а Мурзагулов отчаянно бьется в истерике в своих телеграм-каналах. Все это, конечно, ужасно, но все это мы переживем. Меня порадовала та активность, с которой люди, попавшие на Куштау, снимали видео, фото, записывали какие-то тексты. Все это действительно очень мощно разошлось по средствам массовой информации, увы, не башкирским, но на сопредельных территориях и федеральные СМИ дают достаточно четкую и понятную картинку. Уже на этой неделе была реакция, например, русского географического общества, которое, увидев эту ситуацию, выступило за сохранение шихан. Также организация Greenpeace обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о наделении охранными статусами шихан в Башкирии. В общем, процесс идет. Надо не снижать накала, нужно не снижать интенсивность информирования. Если что-то будет дальше происходить на горе, нужно немедленно об этом сообщать. К счастью, сейчас боевики башкирской содовой компании отступили, вывели оттуда вот эти импровизированные войска якобы для передышки. Но посмотрим, является ли это перегруппировкой войск или отступлением, будет понятно в ближайшие дни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова